Все, отвечаем в рамках максимум полутора минут, потому что это в ТикТоке пойдет. Здравствуйте, мы выходим в такой небольшой экстремальный эфир, где мы обсудим происходящие события в Российской Федерации. И с нами на связи Ермухамед Кобединович Ертезбаев, политолог, историк. Мы зададим ему несколько вопросов. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос такой. Можно ли рассматривать происходящее сейчас в России с Вагнером то, что идет борьба, можно сказать, война между Пригожиным, между министром обороны Шойгу и еще там Кадыров в стороне наблюдает? Потому что в случае чего, правильно ли я понимаю, что Кадыров будет подключаться и решать этот вопрос? Абсолютно согласен. Четкая такая оценка. Высокого, я бы сказал, аналитического уровня. Не убавить, не прибавить. Я думаю, все, что происходит сейчас в России, это результат борьбы фаворитов Путина. Можно ли сейчас назвать происходящее противостоянием и проверком двух систем или двух армий? Может ли сейчас Шойгу показать, что он способен решить вопрос внутри страны? Если он способен решить такой вопрос, значит, он способен и решить вопрос в Украине. Министерство обороны, конечно, они же видят в Пригожине, ну, надо сказать, видят конкурента. Может быть, на место министра обороны. Почему нет? А были ли похожие, схожие случаи ситуации в мировой истории военной, когда вот внутри страны выступала какая-то группа против своего, значит, президента или монарха, именно вот развернувшись с одной стороны на другую, вот как в этой ситуации? Слушай, великолепный вопрос и сразу даю ответ. Классический пример – это полет на самолете Рудольфа Гесса в мае 1941 года. То есть остается там полтора месяца до нападения Германии на Советский Союз. И вдруг Рудольф Гесс, наци номер два, садится в Мессершмитт и перелетает на территорию Великобритании, с которой Германия находится в состоянии войны. А Гесс, да, у него то ли крыша поехала, то ли что, он решил, что он поедет сейчас в Англию, заключит мир с Великобританией, чтобы потом уже напасть на Советский Союз. И почему Рудольф Гесс пошел на этот бездумный поступок? Знаешь, какая главная причина была? Почему он это сделал? Потому что он увидел, что его отдаляют от фюрера. Потому что началась война, и рядом нужен был уже не Рудольф Гесс, а военные стратеги, генералы и так далее. И его все нет и нет, он месяцами не видит фюрера. И он начал борьбу. Он думал, сейчас я верну влияние. И все внимание великого фюрера будет только на меня. Я сейчас такой поступок сделаю. И с этой точки зрения это очень похоже, да? Потому что Пригожин своим вот этим поступком, да? Он показывает Путину, а, кстати, одновременно всей России. Вот настоящий патриот! Да. Россия — это я! Я всеми фибрами души хочу благополучия своей стране. Я хочу, чтобы мы победили в этой войне. Как вообще вот эти события могут сказаться на внутренние политические ситуации в России? Вызовет ли это митинги, демонстрации, расколет ли это реальное общество? Абсолютно ничего не изменится вообще ни на микрончик. Общество просто наблюдает за этим и все. Те, кто против Путина, злорадствуют. А те, кто поддерживает Путина, говорят правильно. Вот и все. И все это происходит конкретно только в комментариях, в полемике и на кухне. И, собственно, поэтому война продолжается. Как вы считаете, будет ли продолжаться российско-украинская война в свете происходящих событий сегодня? Дело зашло так далеко, что вопрос сейчас стоит так. Либо Россия выигрывает и будет находиться в изоляции, но она остается великой державой, ракетно-ядерной. И от Балтики до Тихого океана российское государство как тысячелетно. Они же гордятся своей тысячелетней государственностью. Либо победит Украина с помощью США и коллективного Запада, и тогда в России начнется величайшая смута с расчленением России, прекращением существования. Если диалектику включить в голову, раскол, он всегда укрепляет основное какое-то течение более сильное, прочное. А то, что там отмирает, так отмирает. Вот сейчас посмотрим. Если Пригожина арестует, осудит и так далее, то все, вот эта вот часть национал-патриотического блока, который хотел возглавить Пригожин, оно отойдет на задний план. На передний план исключительно чистый функционал. Воевать, довести до победы. То есть никто мешать уже не станет. Да, да, перевести экономику на военные рельсы уже никто мешать не будет, не будет отвлекаться. Мне кажется, что во всей этой войне участвуют разные группы. Во-первых, это война идеологий, так скажем. Во-вторых, это война двух континентов. В-третьих, это война между политиками. А потом уже идет физически между людьми, которые работают на армию или в армии служат. И еще есть война такая среди наблюдателей. То есть наблюдатели разделились на две стороны. Ну, я рассчитываю на то, что там на три, наверное, есть, потому что те, кто просто на это смотрит, у них нет никакой позиции. И всегда ли так было? То есть сейчас появились возможности выражать свое мнение, и война идет буквально в прямом эфире. Мы все узнаем через минуту. И получается, и человек, общество сразу может выразить ту или иную точку зрения, позицию. Влияет ли это на ход вообще войны и корректировку действий? Окончательно на итоге войны влияет дух, правота твоей системы ценностей против системы ценностей твоего врага. Украина же, у них же идеология простая. Это наша земля, мы будем биться до последнего украинца за свою родину. А система ценностей Путина другая, это наша земля. Она называлась Новороссией. Пока мы были в Союзе, ну, в Царской России, в Советском Союзе, все вместе, да? Да, но если вы хотите уйти на коллективный запад, отдайте то, что мы вам дали в свое время. Раз вы нас предали, да? Да, да, раз вы предаете, да, отдайте то, что мы дали. Вот, то есть, вот, видишь, две вот эти идеологии. И победит в конечном итоге, победит тот, который более силен духом и более искренне, и, ну, всеми фибрами души разделяет вот эту свою идеологию, систему ценностей. Понятно? Верит в нее, да? Да, верит в нее. Может быть, Третья мировая война, она давно началась, и будущие историки будут говорить, вот первые, там, пять или десять лет Третья мировая война носила информационно-психологический характер. А потом началась ядерная война. Что вы думаете в отношении реакции и решения Путина на эту ситуацию? И были ли другие варианты с точки зрения политически? Какие еще варианты были у Путина? Как решить этот вопрос? Как отреагировать на него? Путин, на мой взгляд, отреагировал только так, как он мог отреагировать в данной ситуации. Вот только так, а не иначе. А что он должен был Путину сказать, там, в переговоры вступить? Женя, ну ты что, мы же кенты там и так далее, сколько лет уже знаем, ты что делаешь? Он сделал то, что делает любой глава государства вот такой ситуацией. Что это мятеж, что он раскалывает общество и представляет опасность. Спасибо за беседу. Мы еще не раз вернемся к этой теме и подробно разберем ее на одном из выпусков наших итогов. Мне кажется, нужно ждать развития событий и еще преждевременно делать какие-либо выводы, потому что материала мало и в целом не произошло еще развязки.